Прямо сейчас за моей спиной проходит первый этап учебной тревоги. В нем принимают участие сотрудники Кызылского лесничества. Сейчас они локализуют границы возгорания, чтобы не допустить его распространения. Пока одни тушат пожар, другие производят опашку границы. Третья группа обдувает крайнюю территорию возгорания, чтобы не допустить распространения искр на новую территорию. Во втором этапе учений комиссия провела осмотр оборудования, экипировку продуктов, готовность сотрудников, а также наличие прививки от клещей. Самыми подготовленными оказались сотрудники авиалесоохраны. Экипировкой состоит энцефалитка, сапоги. Энцефалитка от клещей защищает. Также входят перчатки, каска, очки, распиратор. Распиратор – это дыма. Также входит компас и свисток, чтобы подавать сигналы. А также шамсовый инструмент. РЛО – вот он находится. 20 литров. Ранец лесной облегченный. И мотыга. Это чтобы дрова рубить и прокладывать мемполосы. Целью учения была проверка планов действия, определения степени готовности сил и средств таких подразделений, как Кызылское лесничество, пожарная охрана, МЧС, авиалесоохрана, а также добровольная пожарная дружина села СССР. По результатам проведенного осмотра готовы. Это у нас авиалесоохрана, Кызылское лесничество. И получается у нас ограниченно готовы. Это добровольная пожарная дружина села СССР. Замечания по экипировке, а также оборудованию подразделениями будут учтены и немедленно исправлены. В целом к пожароопасному сезону готовы все, отметили представители комиссии. Олденк из Баян, Владимир Сюртук, Баян Солчак, Тува, 24.